Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю отвечать на ваши вопросы по Сидмерс Цивилизейшн 6. Если вы не видели предыдущие видео, то рекомендую их посмотреть. В первой серии я отвечал на вопросы про интерфейс и юниты, во второй про стратегию игры, в третьей продолжил отвечать на вопросы про стратегию игры и начал отвечать на вопросы о развитии, в четвертой продолжил про развитие и начал отвечать на вопросы про города, районы и улучшения. А сейчас продолжение. Ну и сразу тут вдогонку вопрос про жилье. Как сильно может навредить нехватка жилья в городе? Да просто останавливается рост города, вот и все. Вот видите, у меня сейчас 3 жилья нехватка, на 75% меньше. По-моему, когда будет больше 5 жилья штрафа, тогда вообще будет штраф 100%, то есть город не будет расти вообще. Больше никаких штрафов нет. Довольство дает намного больше штрафов, то есть она накладывает процентный штраф на все ваши ресурсы в этом городе, поэтому довольство, я считаю, намного важнее, чем жилье. Тем более, что жилье и проще поднять фермами, плантациями, пастбищами. Все это дает жилье рыбными, рыбацкими суднами и так далее. Тут все, и в зданиях еще есть жилье. По-моему, тот же университет дает жилье, если мне не изменяет память. Да, ведь одна ячейка жилья, куча жилья дает гавань сама по себе, вон маяк одно жилье, морской порт одно жилье. В то время как счастье довольно сложно получать, я имею в виду удовольство. Жилье только останавливает рост города. Работают ли чудеса в захваченных городах? Да, чудеса в захваченных городах работают. Как после завоевания города укрепить лояльность, чтобы он не перешел обратно к противнику? Ну, во-первых, про лояльность я делал видео, опять же, посмотрите. Во-вторых, несколько способов. Самый быстрый и который дает больше всего лояльности, это губернатор. Пересадить губернатора. Причем самое важное, что он повышает лояльность сразу же, как только вы его пересадили. Даже он еще не прибыл в город, то есть написано, что он 5 ходов будет идти в город, но лояльность повысилась сразу же. Вот смотрите, я, например, хочу пересадить губернатора, и мне сразу пишут, что его пересадка везде будет поднимать лояльность на 8 очков. Во-вторых, построить монумент или другое здание, которое дает лояльность. Поэтому в захваченных городах я, например, первым делом ремонтирую именно монумент. В-третьих, оставить сильный юнит внутри города, это тоже влияет на лояльность. Не старый юнит другой эпохи, другие юниты просто никак не влияют на это дело. А именно свежий, сильный юнит, нераненый, это все повышает лояльность. Ну и счастье, собственно, о котором я вам до этого говорил. Если ваша империя счастлива и этот город получает достаточно удовольствия, то его лояльность тоже будет повышаться. И раз уж я заговорил про монумент, интересный вопрос был, каким образом монумент ускоряет получение клеток, это же нигде не написано. Я, кстати, с большим удивлением тоже поискал. Реально в шестой циве не объясняется важная механика получения клеток городом. Так вот, ребята, еще начиная, по-моему, с третьей цивы, именно культура, вырабатываемая вашим городом, влияет на то, как быстро клетка присоединится к городу. Прикол в том, что, например, в той же пятой циве это было конкретно написано, там было написано вот эта культура, сколько требуется культуры накопить, чтобы следующую клетку присоединить, прочее. Здесь этого нет, тут просто пишется вот через три хода рост границ, и все. А то, что эта культура влияет, нигде не помечено. Просто вот знаете, что присоединение клеток в шестой циве зависит от того, сколько культуры вырабатывает этот город. И, соответственно, так как монумент вырабатывает культуру, то и присоединение клеток в этом городе ускорится. Интересно, знаете, почему, я думаю, многие этого не замечали, понимаем, что именно культура влияет, потому что в шестой циве жители тоже вырабатывают культуру. И людям кажется, ну, в принципе, совершенно правильно, что чем больше жителей в городе, тем быстрее они присоединяют клетки. Это так и есть, потому что чем больше жителей, они больше культуры вырабатывают. Как я уже говорил, по-моему, каждый житель три десятых культуры. Соответственно, десять жителей – это три культуры вход. Но влияет-то на это именно культура, то есть построив театральную площадь, вы быстрее начнете клетки присоединять, построив монумент, вы начнете быстрее клетки присоединять. То есть, соответственно, Фукуока, например, быстрее присоединяет клетки, чем Нагоя. И это, конечно, даже визуально видно, что клетки вокруг Фукуоки намного ширше, чем вокруг Нагоя, хотя города поставлены приблизительно в одно время. Фукуока чуть пораньше, но тут только вот недавно, видите, в четвертом радиусе стали присоединяться клетки, а в Фукуоке уже четвертый радиус практически весь присоединен, уже, наверное, пятый пошел. Раз, два, три, четыре. Да, вот, пятый уже присоединился. Я не могу эту клетку купить, правда, не факт, от Киото это или от Фуку... Сейчас глянем. Да, это от Фукуоки. Вот эта клетка от Фукуоки присоединилась. Я же ее не могу выкупить. В четвертый и пятый радиус не выкупаются за деньги, только автоматически. Так что, еще раз, это важная тема. Клетки присоединяются, если вы их не покупаете за деньги, в шестой циве клетки присоединяются, исходя из культуры, которой вырабатывает этот город. Следующий вопрос. По какому принципу оставлять сносить города? Ну, иметь в виду, когда ты их захватываешь. Ну, вообще, в шестой циве очень редко стоит сносить города, потому что они не дают какого-то штрафа при захвате, в отличие от пятой цивы. Если вы помните, то захваченные города больше несчастья приносили. Если город стоит неудобно, то, наверное, стоит его снести. Но, опять же, при условии, что там нет никаких районов, потому что, если уже районы построены, то я бы его оставлял, потому что в новом городе эти же районы будут строиться намного дольше. Кроме того, надо понимать, с какой целью вы нападаете. Если вам просто этот город мешается, то, конечно, сносите. Если у вас цель захватить всю страну, на которую вы нападаете, всю цивилизацию, то города, несомненно, надо оставлять. Единственный штраф, который вы получаете при захвате города, для того, что они не растут и меньше дают ресурсов, но до того момента, только как вы не заключите мир с этой цивилизацией или просто ее полностью не захватите. В сетевой игре очень редко вам будут люди оставлять города, захваченные вами, и заключать на этих условиях мир. Так что придется захватывать полностью. И поэтому, если вы идете захватывать полностью, то город оставляете, конечно. Много вопросов по районам. Например, стоит ли строить районы всегда определенным образом, считать дальность, делать розочки, ну, только не розочки, а ромашки. Или это не настолько критично? Это, ребята, критично, и вот на предыдущие вопросы я отвечал как раз по поводу того самого бонуса за соседство. То есть старайтесь сделать, чтобы бонус за соседство у ваших районов был 3 и больше. Особенно это касается кампусов, театральных площадей. А у гавани желательно еще больше делать, потому что производство будет потом верфям добавляться. Верфям добавляться, если у гавани высокое. 12 производства от верфи имею, потому что у гавани бонус соседства 6 и карточка плюс 100% дает. Важно помнить вот об этих карточках в социальных политиках, которые увеличивают бонус соседства на 100% первое, а второе увеличивают на 100% выхлоп от зданий в районах, если у района есть бонус соседства плюс 3 и выше. Вот напомню, это рационализм, видите, плюс 50% от населения выше 10 и плюс 50% все бонусы соседства не ниже плюс 3. Это гранд опера, то же самое для театральных площадей. Тоже очень важно, чтобы культуры было много. Ну и свободный рынок не так важно, тем более, это еще, кстати, плюс 4, но коммерческий район очень легко, кстати, плюс 4 сделать, в отличие от кампуса и театральной площади, если нету гор и нету чудес. На производство, кстати, такой карточки нет, имейте в виду, есть только на науку, деньги, культуру и веру. На веру тоже есть такая карточка, вот здесь она в реформации у нас, совместная церковь. Так что да, критично следить за бонусом соседства. Как раз к этому еще вопрос, если район уже построен, например, промышленный район, а потом ты ставишь рядом с ним рудник, то бонус плюсуется или нет? Да, все плюсуется. То есть, если вы вначале, ну я вот на примере этих районов, опять же, показывал, вот тут не было еще космопорта и аэропорта, как вы понимаете, до строительства промышленной зоны и кампуса. Но, тем не менее, от космопорта бонус к промышленному району идет за соседний район. Точно так же, как если бы, вот видите, здесь идет плюс один за соседнюю каменоломню. Если бы я поставил промышленный район, а каменоломни еще не было, промышленный район бы построился, а потом бы я добавил каменоломню, бонус за соседство добавится, станет плюс один. Да вы сами можете проверить, собственно. Здесь я катисе снизу, снесу каменоломню, то бонус уйдет. Так что да, это все добавляется и убирается. Следующий вопрос. Вопрос. Каждое следующее здание или район обходится дороже. Имеет ли смысл строить по одному району зданию во всей империи, или же лучше наоборот концентрироваться на конкретных и потом брать бонус для соседства, чтобы получить массовый буст? Ну опять же, меня просят дать какую-то одну универсальную стратегию в игре, в которой происходит много всяких событий и раз на раз не приходится, как говорится. Я уже отвечал по поводу районов и зданий до этого, смотрите по ситуации. Вот, например, в данной ситуации у меня тут был рядом культурный район, я театральных площадей побольше построил, потом нашел Женеву и строил научные здания. Но вообще, вы должны чувствовать, чего вам не хватает, то есть вам не надо вот обязательно именно так строить. Если у вас не хватает науки, то вам придется университеты построить, даже если вы не нашли научные города-государства, чтобы получать больше науки от университета. Кроме того, надо еще и о великих людях думать, потому что здания дают очки великих людей, чтобы их быстрее взять. Да, и специалисты не помешают. Если вам нужна наука, то жители в специалистах тоже неплохо науке дают. Поэтому на этот вопрос однозначно ответить невозможно. Ну хорошо, скажу я вам, стройте кампуса, а к вам придет сосед и снесет вас, пока вы кампуса строите, а у вас юнитов даже нет. Вообще, цивилизация обычно это игра о балансе возможностей. Вы не можете победить, строя только один тип районов какой-то. Поэтому однозначно я не могу вам ответить на этот вопрос. Смотрите по ситуации, какая у вас складывается в игре. Немало вопросов о том, как растить, точнее, как долго растить города. Например, до скольки жителей надо отращивать города. Или по какому принципу растить города по жителям, пока есть пища и стараться давать жилье, а потом в поздних эпохах останавливаться по жилью, насколько хватит пищи вокруг. Или нужно ограничивать число жителей в городах. Ребята, растите максимум, который возможен. Вот у меня тоже тут ситуация в конце игры, например, в игре за Японию показалось, что я 25 там отрастил город, тут максимум 23 получилось. И на самом деле не жилье вас будет ограничивать, а довольство. Именно в довольстве будет проблема. Тем более, что нехватка жилья только останавливает рост города. А нехватка довольства, еще раз напомню, она дает минус к производству всего, что только есть в городе. Но и наоборот, плюс к довольству дает бонус к производству. Вот у меня сейчас плюс 5% к непищевой продукции всего в городе, что есть. Поэтому не надо заморачиваться, у меня большой город. Это как в любой игре, города, считайте, это ваши герои, а количество жителей это их уровни. Вот относитесь так к этому. Знаете, если бы в какой-то мобе меня спросили, надо ли останавливаться в росте уровня для героя. Когда там какой-нибудь League of Legends герой достигает 8 уровня и больше не надо дальше развиваться. Нет, это вот считайте. Я даже слышал, как некоторые игроки в целом просто говорят, не 23 жителя в городе, а город достиг 23 уровня. Типа такого. Так что чем больше жителей в городе, на самом деле, тем лучше. Не надо останавливать рост городов никогда. Да, они должны расти. Чем больше вырастет город, тем больше у вас будет выхлопа от него, тем больше у вас будет ресурсов, больше науки, больше культуры, производства, денег и так далее, и так далее, и так далее. Не надо вообще останавливать рост города уж точно. Несколько вопросов о производстве. Какой радиус у промышленной зоны? Ну, у промышленной зоны вообще нету радиуса. Радиус есть только у фабрики, которая строится в промышленной зоне. Это сначала вы строите промышленную зону, потом мастерскую, а потом только фабрику. Так вот, фабрика действует в 6 клетках. 1, 2, 3, 4, 5. Вот на 6. На центр городов. 6 клеток на центр городов. Вот на эту действует. 1, 2. На плимут действует. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, на рапану и бы действовал себе, я его захватил. Так что у промышленной... О, что это за глюки такие интересные визуальные. Так что у промышленной зоны нету радиуса, есть радиус у фабрики. То же самое касается и развлекательных районов и аквапарка. У них самих нету радиусов действия. Есть радиус действия у зданий, которые в них строятся. Следующий вопрос. Какие факторы влияют на производство в городах? Ну, самое первое, это ресурсы на клетках какие-либо обработаны. Вот в данном случае пастбище дает 4 производства. Шахта на холме дает производство. То есть, если жители обрабатывают эту клетку, обрабатывают не просто она в границах города, а именно жители на этой клетке сидят, то эта клетка дает вам производство. Собственно, наведя на само производство в городе, все эти факторы видны. В данном случае я получаю 28 производства от обрабатываемых клеток, то есть вот те самые жители, которые на них сидят. 26 производства от зданий, мазутная электростанция, дом собраний, 12 от фабрики, 6 от верфи и 3 от мастерской. 6 производства от районов, просто от самих районов. 4 от промышленной зоны и 2 от кампуса. Ну, от кампуса ничего удивительного, это бонус золотого века. Ведь я выбрал плюс 10% производства. А, вот, бонус за соседство кампуса дает не только науку, но и производство. Так что тут не удивляйтесь, что кампус дает производство. Это только в золотом или героическом веке такое бывает. И плюс 10 производства от исходящих торговых путей. То есть из лица бегают торговые пути, которые дают ему еще и производство. И все это, на все это еще накладывается модификатор плюс 5% от довольства. То есть, если мы посчитаем, вот сложим 10 плюс 6, 16, плюс 26 это 42, и плюс 28 это 70, 5% от 70, это, да, 3,5 производства. Вот, собственно, еще сверху. И, кстати, обратите внимание, что это не так много, поэтому вот когда тут плюс в довольстве или минус в довольстве, там, минус здесь, минус 5% ко всему этому делу, это не так уж и страшно, на самом деле. На этом пока все. Если я где-то в ответах допустил ошибку или неточность, то поправляйте меня в комментариях, а также дополняйте, конечно же, мои ответы. Ну, а если вы не услышали ответа на свой вопрос, то задавайте его в комментариях. Я и другие зрители постараемся на него ответить. А окончание всей этой эпопеи уже в следующем видео. Я закончу отвечать на вопросы про города, районы и улучшения и отвечу на вопросы, которые ни в одну рубрику не попали и проходят в разделе «Разное или другое». Например, какая победа самая легкая, как определяется количество чудес природы на карте, как созвать внеочередной конгресс или как работает дипломатия. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok